Привет дорогой друг! Это видео будет полезно всем, кто только начал играть в Escape from Tarkov и самостоятельно пытается разобраться в сложной механике этой игры. Я здесь собрал лайфхаки, советы, хитрости и простые объяснения к некоторым вещам, из-за незнания которых новички тупят. Также хочу обратить ваше внимание, что данные советы актуальны к версии патча 0.12.11.7 и возможно в дальнейшем что-то изменится и перестанет работать. Приступим! Управление и горячие клавиши. Для эффективной игры выучи, а лучше перенастрой под себя все управление. Зайди в оффлайн рейд и заглядывая в настройки управления, потыкай каждую кнопочку, а еще лучше переназначь под себя. Вот основные горячие клавиши. Повороты предметов в инвентаре. Возьми предмет левой кнопкой мыши и нажимай английскую R. У некоторого оружия складной приклад. Чтобы быстро сложить приклад в инвентаре, наведи курсор на оружие и нажми среднюю кнопку мыши. Как без перетаскивания предметов мышкой быстро надеть экипировку? Зажми Alt и тыкай на предметы экипировки. Надеваться она будет только в том случае, если слоты для тех вещей, которые ты хочешь надеть, будут пустыми. Как без перетаскивания предметов мышкой быстро переместить лут к себе в рюкзак и разгрузку? Зажми Ctrl и тыкай на предметы, которые хочешь переместить к себе в инвентаре. Магазины и патроны в первую очередь перемещаются в разгрузку, а гранаты перемещаются в карманы. Остальное в рюкзак. Как выкинуть или удалить предмет? Когда ты в схроне, наведи курсор мыши на предмет, нажми Delight и подтверди удаление. Гораздо полезнее эта горячая клавиша в рейдах, там предмет сбрасывается сразу на землю. Для удобства я переназначил эту клавишу на G, как в Counter-Strike. Также к удалению предметов можно отнести момент, когда твой слот занят каким-то снаряжением, тебе его нужно быстро сбросить и заменить снаряжением убитого противника. Для этого возьми у противника нужное тебе снаряжение, наведи его на занятый твой слот и нажми Delete. То, что было в твоем слоте, выбросится, освободив место, куда ты сможешь сразу вставить то, что подобрал. Изучение предметов. Чтобы не открывать контекстное меню для изучения на каждом предмете, просто тыкай на него средней кнопкой мыши. Разделение патронов. Чтобы выделить из общей кучи патронов какое-то определенное количество, зажми Ctrl и мышкой потяни общую горсть патронов в свободную ячейку. Нажимая ОК, комплект будет разбиваться ровно наполовину. Выделяемое количество патронов можно менять. С горячими клавишами разобрались, теперь расскажу о геймплейных моментах. Участвуя в перестрелках, полезно экономить время. Открывая инвентарь лута, первым делом кинь патроны заряжать полупустые магазины, а затем трать время на лутание убитого. Во время поиска и манипуляций с лутом, зарядка магазина не сбрасывается, таким образом можно убить двух зайцев сразу. Эта же фишка работает и с обычными ящиками. Как быстро выяснить наполненность магазинов с убитых ЧВК? Внимание, эта фишка работает только с полностью заполненными магазинами. Вынь из основного магазина патрон и проведи им по всем магазинам. Те, что полные, будут показывать значение. Еще есть вариант, положи магазины к себе в инвентарь и поперемещай их там. Лутаясь, всегда старайся делать это лёжа, чтобы не словить в голову. Но есть некоторые места, лутаясь в которых твой персонаж из положения лёжа сам будет вставать на корточки во время лутания. Это можно обойти следующим образом. Нажимая кнопку действия для лутания, сразу нажимая кнопку для положения лёжа. Получится так, что в момент открытия лута ты резко ляжешь. Но для этого трюка тебе нужно будет выбрать удобную позицию. Возможно, кто-то из вас, лутая ящики, замечал, что они пустые, а их содержимое кем-то выброшено аккуратно в одну кучку. Это делают жадинки-говядинки, которые хотят получить больше экспириенса. Дело в том, что когда ты открываешь ящик, ты получаешь опыт за обнаружение лута. А когда переносишь содержимое ящика к себе в инвентарь, ты отдельно получаешь опыт за нахождение предметов. Таким образом, ты можешь перенести всё, что есть в ящике к себе в сумку, собрать весь опыт от найденных предметов и тут же этот ненужный хлам выбросить. Но лучше с зажатым контролом быстро перемести лут туда и обратно. Отнесись к остальным игрокам с уважением. Как новичку определить, стоит ли подбирать то, что он нашёл в данный момент? Как же узнать стоимость предмета? Для этого на телефоне открой сайт tarkoffmarket.com, ссылка будет в описании, и в графе поиска введи название предметов. Там покажут цену на данный момент на барахолке и цену, если ты будешь это продавать у торговца. Как сыграть рейд более безопасно, но не менее выгодно. На большинстве карт в Таркове есть тайники с лутом. Это такие замаскированные места, в которых иногда бывает очень даже дорогой лут. Взрослым ЧВК обычно нет дела до таких тайников, так что это относительно безопасные места. Эти тайники несложно найти с помощью отметок на картах, ссылки на которые я оставлю в описании под роликом. Отдельно хотелось бы выделить интересный момент с лечением персонажа. Я заметил, что многие игроки, используя аптечку, ждут конца анимации лечения, даже в те моменты, когда они получили незначительный урон. Я провёл тест. Не сильно, но одинаково повредил обе руки, и одну руку я лечил в полной анимации аптечки, а на второй сбросил сразу же, как только вылечил. Если синхронизировать оба лечения, то видно, что сброшенная анимация позволяет раньше открыть огонь. При этом руки вылечил одинаково. Возьми это себе на вооружение. Ещё один любопытный момент, связанный с аптечкой. Во время лечения можно пропускать анимацию смены магазина. Это даёт возможность в инвентаре моментально менять магазины через контекстное меню. Обращай внимание, что не все аптечки лечат одинаково. К примеру, Айфак лечит долго и восстанавливает лишь 50 очков здоровья за раз. Рекомендую при возможности протестить разную медицину в игре, в том числе медицинские инжекторы. Фонарики. Лазерные целеуказатели и инфракрасные фонарики. Всё это уменьшает разброс при стрельбе от бедра. Самое скрытное из данных устройств – это инфракрасный фонарик. Так как он визуально не даёт никаких опознавательных знаков. Так сказать, светится бесцветно. Если тебе нужно экстренно заглушить отдышку своего персонажа и послушать окружение, сведись в прицел и задержи дыхание. Примерно такая же фишка работает, если твой персонаж сильно ранен и кашляет. Разница лишь в том, что при задержке дыхания звук кашля сбрасывается на начало и начинает снова проигрываться. Получается, чтобы послушать тишину, тебе нужно быстро тыкать задержку дыхания. Если в разгрузку поместить огнестрельное оружие и назначить на него горячую клавишу, при нажатии на неё твой персонаж достанет это оружие и его можно будет использовать. Единственное, что если у тебя сложен приклад, ты его не сможешь разложить, так как это оружие станет занимать больше места, а в данный момент оно находится в разгрузке. Подбирая оружие противника и намереваясь его использовать, обязательно сделай следующее действие. Проверь режим огня и проверь магазин на тип и количество патронов. Магазин может быть пустой или может стоять одиночный режим огня. Это всё может привести к твоей гибели. Играя за дикого, появившись на респауне, выполни те же действия из предыдущего пункта. Проверь режим огня и проверь магазин на тип и количество патронов. А также проверь свой инвентарь. Если есть какая-нибудь медицина, растыкай её на горячей клавише. Когда собираешься выйти в рейд за дикого, а в схроне нету места для лута, который принесёшь, надень на своего ЧВК всё самое громоздкое. Тем самым ты освободишь место в схроне для лута. После продажи снимешь экипировку обратно в схрон. Верстак. Когда верстак станет доступен, ты сможешь собирать собственные оружейные сборки. Готовый результат ты будешь сохранять. И для лучшего ориентирования в сохранениях, рекомендую записывать сохранения так. Модель оружия, параметры вертикальной и горизонтальной отдачи, а также ещё можно записать эргономику. Помимо этого, ты будешь поднимать в рейдах пушки убитых ЧВК. И бывает попадаются весьма неплохие сборки. И чтобы сэкономить время на верстаке, эти сборки можно также сохранять, указывая вертикальную, горизонтальную отдачу и эргономику. Ещё с помощью верстака можно посмотреть стоимость ствола, который ты нашёл. И от этого уже отталкиваться, стоит ли сохранять эту сборку, или ты бомж. Для этого щёлкни правой кнопкой мыши на стволе, перейди в сборку, а там пункт найти детали. Внизу посмотри ценник и ахни. Немного информации про торговцев и барахолку. В недавнем патче ввели износ оружия. Изношенное оружие можно найти в основном у диких. И коснусь в этой теме лишь того, что оружие, изношенное больше, чем на 40%, у вас не будет покупать никто из торговцев, кроме скупщика. А скупщик покупает за дёшево. Чтобы продать повыгоднее, можно сделать так. Через контекстное меню разбери полностью оружие. Из всех деталей изношенным будет считаться только ствольная коробка. Всё, кроме ствольной коробки, продавай механику, так как он покупает оружейные части выгоднее всех. Оставшиеся продавай скупщику. Барахолка Барахолка открывается на 15 уровне. Как только ты её откроешь, рекомендую зайти туда и иди по списку вниз, изучая всё, что у тебя не изучено. От каждого изученного предмета ты будешь получать опыт, плюс ты не будешь тратить время в рейде на изучение новых предметов. Также, если у тебя не изучено что-то в магазинах у торговцев, также это изучай. Средняя кнопка мыши. Немного о продажах на барахолке. Прежде чем выставлять лот, задумайся, что ты выставляешь и по какой цене. Не ставь заоблачную цену на товар, отталкиваясь лишь от того, что ты единственный, кто выставил такой лот. Помни, что есть аналоги твоего товара. И лучше, и дешевле. Даже не пытайся на барахолке продавать стандартные обвесы на оружие, тем более по космическим ценам. Это глупо. Покупая стоковое оружие, эти обвесы уже установлены. И цена у них копеечная. Их только заменяют на более лучшие. Также перед выставлением лота, проверяя истечение сроков выставленных товаров у других торговцев. Если светится все красным, значит товар уже долго стоит и его не покупают. Задумайся, стоит ли тебе вставать в эту очередь. К этому же пункту относится бессмысленность выставлять товар по цене выше, чем у торговца. Тем более, если у торговца этот товар в безлимитном количестве. Но учитывай уровень лояльности торговца. Чем он выше, тем выше шанс, что игроки, не достигшие этого уровня, купят твой товар. Для лучшего понимания, какую цену выставить на лот, проверяй цену на сайте Тарков Маркет. Там тебе покажут всегда актуальную цену на данный момент по барахолке. Как быстро продавать товар на барахолке? По логике вещей, быстрее будут покупать предметы, на которые больше спрос. Например, расходники, аптечки, патроны, гранаты и так далее. У всего этого огромный оборот в игре. Также старайся не захламлять свой схрон и продавай громоздкие предметы. Конвертируй пространство в деньги. Ты всегда сможешь купить обратно то, что продал, примерно за ту же сумму. И последний, самый животрепещущий ответ на вопрос. Как же научиться играть в Тарков? Самый безопасный способ научиться. Купи лучшую экипировку. Возьми пару стволов, несколько магазинов к ним, плюс патронов россыпи. Возьми еды, воды, кучу медикаментов, в том числе разнообразные медицинские инжекторы. И ступай на локацию завод в оффлайн рейд с самыми жесткими ботами. Для этого поставь галочки включить оффлайн режим, включить ПВЕ. Выбери сложность невозможная. Количество орда, или если компьютер не вывозит, сделай меньше. И обязательно поставь галочку «Помечен проклятием». Эта галочка позволит ботам знать, где ты находишься, и они будут в отношении тебя очень агрессивно играть. Будут поушить, преследовать, тем самым будут создавать примерно похожие ситуации, как в реальных рейдах. Это тебя закалит. На этом пока что все. И это лишь крохотная часть фишек, которые есть в Escape from Tarkov. Но я постарался собрать из них самые редкие, необычные и попытался затронуть все игровые механики. Если понравилось видео, жми лайк и напиши комментарий, про какую игровую механику ты бы хотел еще узнать в лайфхаке. Удачи вам в рейдах. Всем пока.